Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о нашем чайнике. То есть это не новая покупка, мы пользуемся ему около 5 лет. В магазинах он называется термопод. Смысл этого чайника в том, что он всегда поддерживает температуру воды горячей. То есть всегда вы можете налить стакан воды и она всегда будет горячей. Объем около 3 литров. Фирма Scarlett. Обязательно оставлю ссылочку в описании. Выглядит он вот так. У него есть еще даже ручка. Я так думаю для того, чтобы переносить было удобнее наверное. И скорее всего можно даже нагревать воду и выезжать с ним там за город, на дачу. То есть он еще как термос своего рода. То есть поддерживает температуру долгое время. Если он включен в розетку, температура воды постоянно не прям кипяток, но горячая. То есть чай свободно, можно заваривать, пить. Есть у него несколько кнопок. Очень удобно. Вообще в использовании он очень прост. Все на русском языке. Всего лишь три кнопки. Это повторное кипение. То есть тут сейчас у него горячая вода. Но если мне необходимо, чтобы был кипяток, то есть прям только-только закипела бы вода, я могу нажать повторное кипение. Снять блокировки кнопочка. После нажатия этой кнопки мы можем нажать на подачу воды. Это как раз сделано очень удобно, если у вас есть маленькие детки, чтобы они, не дай бог, нечаянно не пролили на себя горячую воду. То есть нажимается снятие блока и потом подача воды. По кнопкам все. Тут горит лампочка, то что поддерживается температура, то что он сейчас включен в розетку. Кипение это как раз когда он будет закипать. Будет гореть красная клапка. В чем плюс? Если там уменьшается количество воды, например на полтора литра, я доливаю всегда холодный. И он автоматически сам включает на повторное кипение. То есть понимая, что у него температура ниже, он начинает повторно нагревать воду. Так. Крышка. Здесь тоже поднимается такой клапан. Вот. Выглядит он вот так вот. Вот. Если учесть, что мы пользуемся им 5 лет, абсолютно ничего не сломалось. Абсолютно. очень хороший чайник. Так. Вот так он выглядит. Такой стальной корпус у него. И есть ограничение метка для того, чтобы не перелить воду. Вот. По поводу обслуживания. То есть если вот видно, да, тут абсолютно все резиночки, все в порядке. Ничего нигде не испортилось со временем. Да. По поводу обслуживания этого чайника. Не знаю, плюс это или нет. Но я думаю, в любом случае это плюс. Образуется накипь. Зависит это, конечно, от воды. Вот с этим чайником мы уже переезжаем. Получается четвертая квартира. Вот. То есть он служит нам уже очень давно. И зависит, конечно же, какая вода. Бывает так, что через две недели уже образуется накипь. То есть такой вот белый слой. Вот. Бывает так, что месяц пользуемся и абсолютно никакой накипи нету. Как я с этим борюсь? Мне кажется, нету ничего лучше, вообще ничего лучше лимонной кислоты. Вот не знаю, всякие есть препараты, которые специально продаются для очистки чайника от накипи. Но я им не очень доверяю. После этого приходится серьезно мыть чайник. И действительно неизвестно, что за раствор используется для удаления накипи. Лимонная кислота это вот самый идеальный вариант, мне кажется, для чайника. Наливаю я воды в полную, в полный чайник. Насыпаю лимонной кислоты. У меня пачечка. Вот, к сожалению, сейчас нет возможности показать. Окончилась у меня лимонка. По-моему, это около 20 грамм. То есть меньше, нет смысла. Вот. А больше это, ну, наверное, тоже не имеет смысла насыпать. Вот 20 грамм это самая-самая нормальная порция. То есть это пачечка такая. Есть еще маленькие пачечки, но этого будет мало для такого чайника. Вот. Поэтому я использую большую пачку. А насыпаю, он закипает. Когда я открываю, абсолютно нет никакой накипи. Вот. Удаляла я накипь, по-моему, неделю назад. Но сейчас он абсолютно чистый. Нет накипи. Вот. Это вот самое-самое нормальное, чем можно почистить. Больше, наверное, я, чтобы вот что-то такое вот использовать для обслуживание чайника. Ну, протираю его тряпочкой влажный вот этот стальной корпус. Да, иногда образуются здесь пятнышки. Если стакан ставить вот прям на стол наливать, да, то капли чая попадают, ну, брызги попадают на корпус. Это вот единственное, что можно, это протереть тряпочкой. Больше абсолютно я ничего не использую для обслуживания. Служит нам уже пять лет. Просто идеальный чайник. Работает он в течение дня. Ну, иногда мы его, конечно, отключаем, когда выезжаем на работу, но это совсем редко. Смысла отключать его нету. Поэтому, то есть, ты приезжаешь домой, и всегда у тебя кипяток дома, горячая вода. Особенно, мне кажется, это важно, если у вас маленькие детки, да. То есть, не надо ждать, когда закипит чайник. Всегда горячая вода. Еще забыла сказать, вот здесь вот под носиком находится такая кнопочка, которая нажимается, если подставить сюда стакан. То есть, не обязательно тогда нажимать здесь кнопки, он сам автоматически будет набирать воду в стакан. Так, по поводу того, нужен ли он вам. Вообще, мне его приобрела мама. Так как папа постоянно в командировках, мы с сестрой не живем дома, то получается, что она им толком не пользовалась. Да, она одна, и там, ну, выпьет она чай вечером стакан, да. Как бы она не особо такой чаемник у нас. Вот, поэтому она его дала нам. Мы очень любим чай. После работы мы можем выпить, там, я не знаю, по три стакана. В выходные, так это вообще просто любители пить чай. Поэтому, мне кажется, если у вас большая семья, то имеет смысл. Если, конечно, вы живете одна, и там полдня у вас дома нет, вы на работе, то тогда, скорее всего, он будет не очень удобен. Лично нам, вот, он подошел идеально. Я даже, если честно, не представляю сейчас вообще, как пользуются чайником обычным. Поэтому, если вы любите чай, либо у вас большая семья, есть маленькие детки, это просто идеальный вариант. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok